Приемное отделение первичного осмотра аппараты ИВЛ и, к счастью, пустые койки. Перепрофилирование дошло и до первой больницы в Кировском районе. Здесь все согласно стандартам и рекомендациям областного комитета здравоохранения и оперативного штаба. Медперсонал прошел переобучение и находится в полной готовности к любому сценарию развития событий. На учениях отрабатывают прием пациентов и новые подходы к процессу диагностики. Материально-техническая база тоже в полном порядке. Иными словами, как сказал великий русский полководец Александр Васильевич Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Как и положено, среди 120 коек, предусмотренных в учреждении, есть и места для особо сложных пациентов. Наша реанимация на 6 коек. Каждое койко-место оснащено аппаратом искусственной вентиляции и легким. Легких монитором, который следит за параметрами пациента. Первым решением, принятым во время выездного совещания, стало создание ограждения вокруг территории больницы. Рядом находятся проезжая часть и частный сектор. Поэтому необходимо принять меры по ограничению доступа посторонних. Параллельно в учреждении продолжается обновление медицинского оборудования. Мы уже получили аппарат, палатный аппарат для рентгенологического исследования. В настоящий момент еще плюс в закупке у нас 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это дополнительно к нашим, которые у нас имеются. Затем еще в закупке у нас аппарат для ультразвукового исследования. Подводя итог выездного совещания, Андрей Бочаров заявил, что регион продолжит наращивать количество инфекционных коек. Согласно плану, к лету их должно стать в два раза больше – целых 4 тысячи. Также губернатор отметил, что по оценкам экспертов, пик распространения коронавирусной инфекции на территории региона прогнозируется на середину мая. Принято решение по усилению амбулаторного звена в лечении больных коронавирусной инфекцией, обеспечения части поликлиник Волгоградской области современным оборудованием, дополнительным – это КТ, УЗИ экспертного класса. В заключении своей речи Андрей Бочаров сказал, что чем качественнее жители Волгоградской области будут соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее он закончится.